В этот раз мы решим задачу, которая была на реальном экзамене летом прошлого года, и, как вы увидите, ничего запредельного для ее решения не потребуется. Поехали! При каких значениях параметра A уравнение, которое вы видите на экранах, имеет ровно три корня? Если вам еще не попадалась эта задача, то набросайте сначала сами ключевые шаги решения, ну а затем смотрите разбор. Вашему вниманию еще раз исходное уравнение. Наверняка вас так и тянет возвести в квадрат обе его части. Но скажите, будет ли равносильным такое преобразование? Да нет, конечно же. Представьте, что справа стоит отрицательное число. Как квадратный арифметический корень может быть равен отрицательному числу? Никак, конечно. И именно поэтому сначала надо потребовать не отрицательности правой части, а уж затем с чистой совестью возводить все в квадрат. Корень в левой части отправляем отдыхать, а чтобы взвести правую часть в квадрат, просто умножьте ее саму на себя. Это самый простой вариант. Но прежде всего один философский вопрос. А почему мы не писали ОДЗ? Нельзя же про него забывать. Оказывается, здесь с этим все в порядке. Корень второй степени сигналит нам о том, что его подкоренное выражение не отрицательно. Но посудите сами, в второй строчке мы пишем подкоренное выражение равно квадрату некого другого выражения, то есть равно некому не отрицательному числу. А значит, ОДЗ выполнено автоматически. Ну что ж, если с этим все понятно, то беремся за самое легкое, за дистрибутивность умножения относительно сложения в поле действительных чисел. Это я так пошутил, если что, ребят, речь идет просто об обумножении двух скобок в правой части. Как результат, получаем много-много подобных слагаемых, некоторые из которых я уже сейчас сокращу, а остальные выделю прям как в седьмом классе, чтоб уж наверняка. Кстати, вы заметили, что общего между теологической теорией происхождения человека и нашей задачей? У нас вот тоже получилось каждой твари по паре, и всех надо перегнать налево. Не без помощи ментальной арифметики, начинаем считать все, что нужно. После всего этого получаем безобидное кубическое уравнение, в левой части которого еще и без проблем выносится 2х. А уж какая в скобках красота остается, вы заметили? Ведь там без проблем удается организовать группировку, банду, так сказать. Кульминацией всего этого является произведение равное нулю, которое выдает все-все сведения о корнях уравнения. Обозначим эту последнюю строчку звездочкой и покажем, как решается уравнение звездочка. Хотя что там решать-то, корни уже пора писать. Либо х0, либо х1, либо х равен минуса. Ни много ни мало, 3 корня. Хм, это вообще 3 корня исходного уравнения или какого-то другого? Сейчас мы это проследим. Вот наше произведение, а оно получилось и из второй строчки. Но первое оригинальное уравнение будет иметь такие же корни только если выполнено ограничение, а правая часть не отрицательна. Но как нам решить такое неравенство? Оно же с двумя переменными? На плоскости что ли будем изображать? Ну уж нет, есть способ и полегче. Берем первый корень х равный нулю, подставляем неравенство и смотрим, при каких а оно является верным. При всех а не больших нуля. Отлично, отметим это достижение. Наш ответ не может содержать положительные ашечки, заведомо. Далее можно повторить процедуру для второго корня. Но мы поступим иначе, мы сделаем проверку. То есть можно было бы подстановку делать вообще в исходное уравнение и смотреть, при каких а оно обращается в верное равенство. Второй корень, как и первый, будет обладать экзистенцией только при неположительных а, меньших ли равных нуля. И в третий раз закидываем невод, давайте в оранжевое неравенство подставляя, корень минус а. И получается, что третий корень существует вообще всегда, при всех действительных а. Замечательно, все три корня будут существовать при а не больших нуля. Ну что же, это и есть наш ответ. Как вы понимаете, это был очередной риторический вопрос. Конечно же нет, потому что если вдруг минуса совпадет с единичкой или с нулем, то сколько у нас корней будет, ребятки? Два у нас будет корня. А нужно сколько? Три нужно корня. И что все это значит? Да то, что надо выкинуть значения минус один и ноль из множества наших решений. Что я и сделал, написав правильный ответ. И все, кто его получил, большие молодцы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!